Итак, дорогие друзья, сегодня мы пораньше собираемся, потому что у меня сегодня тренинг, и я должен буду уйти пораньше, уже в 10 должен быть там. Поэтому сегодня урок будет и короче, и пораньше. Вот так вот. Значит, кто сейчас возле компьютера? Отлично. Кто не возле компьютера, значит, посмотрит записи. Ну, как минимум, сегодня будет урок, что тоже неплохо. 9.30, значит, мы через 15 минут должны его закончить. Ну все, раз пока никого нет, то мы сегодня так по-деловому быстро изучаем Мишли, 3 глава, и подошли мы к 23 отрывку. Мы узнали, что Тора, если ее прямо сильно хотеть изучать, она дает жизненность для твоей души, для тела, и приятность для твоего горла, то, что ты говоришь, приятные вещи. И 23 пасук, 23 отрывок, он нам говорит о том, что Значит, тогда будешь ты идти в безопасности, и ноди твои, они не спотнутся, да, не спотнутся. Значит, ну непонятно, да, будешь ты идти в безопасности, уже понятно, что ноди твои не спотнутся. Значит, в чем здесь разница? Сейчас, вот Рам, этот нам сейчас Малбим объясняет. В общем, на самом деле, здесь, здесь скрыто очень много, очень много нюансов. Смотри, асти лех ля бетах, тогда будешь ты идти в безопасности, и ноди твои не споткнутся. Нужно соединиться со следующим отрывком, 24-м. Им ти шкаф, ло ти в хад. Если ты будешь лежать, будешь ложиться спать, не будешь ты бояться. Вэ шахафта, вэ арва шнатеха. И когда ты будешь уже спать, то тогда будет хороший твой сон. Значит, здесь полностью нам царь Шломо, он описывает все ситуации, в которых человек может быть. Значит, первое, он может быть, первое, он может быть, где идти. Он может идти по каким-то своим делам, и весь этот поход будет в безопасности. Это первое. Второе, нога твоя не попадет в ловушку. То есть, одно дело, когда ты просто идешь, например, идешь, ты утром молиться. Это одно. Другое, что ты идешь на каком-то опасном пути, где у тебя могут быть ловушки. То есть, ты идешь менять деньги, например, менять доллары. Это другая ситуация. То есть, там, где ты идешь менять доллары, там тебя могут подстерегать разные грабители и так далее, мошенники. А там, где ты идешь в магазин молоко покупают, там, ну, в принципе, опасности особой нет. И только нужно смотреть, чтобы оно не было просроченное. Так он говорит, и когда ты будешь идти по простым делам, будешь ты в безопасности. И даже, когда ты будешь идти по делам опасным, то там тоже тебя будет тоже охранять. Дальше, 24-й отрывок. Если ты будешь ложиться, то ты не будешь бояться. Значит, здесь есть тоже две стадии. Обычно человек, когда он, когда вот есть впереди опасность, он боится. И он может даже придумать эту опасность, но он может реально так страдать, а вот что будет, а как будет, а как будет, а как будет. И он, у меня вот недавно там, ну, матери должны мои делать скоро такую плановую легкую операцию небольшую. И там операция, например, назначена была на 6 марта. Она, вот, я боюсь, я боюсь. Я говорю, ну, что ты сейчас боишься? 5-го начни бояться. То есть, что тебе сейчас, до 5-го марта еще сколько времени? Так ты пока не бойся. А уже с 5-го начнешь бояться на 6-е. А 6-е будет операция уже, и узнаем, как оно будет. Нет, я боюсь, я боюсь. Вот она боится. Это еще было с середины февраля. Она все боится, 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 боится. В итоге операцию переносит на 16-е. То есть ей еще придется 10 дней бояться. То есть он говорит, что если ты учишь Тору, и ты знаешь, вот, даже это ты узнал, что... Аль, значит, имтишкаф, локифхат. Если ты будешь лежать, то ты не будешь бояться. Чего тебе бояться того, что будет завтра? Бог о тебе заботится. Завтра непредсказуемое. Так завтра уже придет, тогда ты узнаешь, что тебе приготовлено. И, значит, вешахавта, варва шнатеха. И будешь, когда ты спать, будет приятный твой сон. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что когда ты днем не боишься, и ты свою голову не заполняешь вот этими страхами. А что будет так? А если будет так? Вот ты себя головником этим выдумываешь разные там, а может еще хуже будет и так далее. То есть если ты днем этим занимаешься, то тебя оно и ночью приснится. Он говорит, нет, пойми, что завтрашний день неизвестий никому это раз. Второе. Бог о тебе заботится, это два. Третье. Если ты будешь считать, что он о тебе не заботится и бояться, то это причина для того, чтобы он уменьшил свою защиту. Так тебе не надо этого делать. Тебе нужно, наоборот, надеяться на лучшее. Понятно, да, как он нам красиво все объяснил? Двадцать пятый отрывок. И так же ты не бойся от пахода, который приходит вдруг. От страха, который приходит вдруг. То есть некоторые говорят, ну хорошо, я не буду бояться, он вдруг придет. Так что царь Саламон говорит, так ты не бойся того, что вдруг придет. Не надо бояться вообще. Мишат решаем китаво. От вот этих вот злодеев, которые придут, которые приходят. Да, есть злодеи, они приходят. Но бывает, что они приходят, и они мимо проходят тебя. Так тебе все равно, даже если ты скажешь, что да, вот все равно будет плохо, да, и вот они придут же. Но они придут. Все равно ты должен думать, что мимо тебя они пройдут. Так выгоднее думать. То есть ты должен при этом, ты знаешь, есть законторы. Ты должен, если ты можешь сделать что-то, чтобы снять опасность, ты должен делать. Если это реальная опасность, туда не надо идти. Но выдумывать для себя опасность и ничего не делать, а просто бояться, в этом нет никакого смысла вообще. То есть или делай, или не бойся. Если боишься, то делай. Если сделать ничего не можешь, значит не бойся, потому что смысла нету бояться. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Тиашем и е бейхислеха бешмар раглеха милэкет. Что Бог будет охранять тебя, в общем, да, вил ётраст. Фо злорд вил ётраст. Что Бог будет тебя, тислеха, это какое-то слово, редко оно встречается, но оно будет тебя охранять. Ушмар раглеха милэкет. И ещё больше будет охранять твои ноги от ловушты. Здесь опять же мы две вещи нам упоминает Саи Славон, что есть разные ситуации. Есть ситуации, когда всё нормально, всё спокойно, тут вообще не надо бояться. Просто вот что, если всё у тебя спокойно, всё нормально, ты не должен бояться, что будет неспокойно. Это вообще глупо, неправильно, ну вообще ни о чём. Если же всё-таки ты идёшь в какое-то место, где есть ловушки, где есть реальная опасность, так ты всё равно должен верить, что Бог тебя будет там защищать. Но вот эти два статуса он разделяет. Статус, когда ты идёшь в опасное место, и статус, когда ты не идёшь в опасное место. Значит, двадцать седьмой отрывок. Аль-Тимна-Тов-Ми-Баалав, бихьёт-Ли-Эль-Ятхо-Ли-Асот. Значит, Аль-Тимна-Тов-Ми-Баалав. Что значит, не как бы останавливая добра от хозяина его? Нуждающегося, да, Ми-Баалав. Нуждающегося, если пишешь. Не, ну, Бааля-Та хозяин. Бихьёт-Ли-Эль-Ятхо-Ли-Асот. Что есть... Аль-Тимна-Тов-Ми-Баалав. Бихьёт-Ли-Эль-Ятхо-Ли-Асот. А! И тут он приводит пример того, что... Вот тут очень важная вещь сейчас. Это просто прямо ключик, золотой ключик к жизненным ситуациям. Он говорит так, что не останавливая добра от того, кому ты его можешь сделать, что если есть у Бога сила, Ли-Асот. Что если есть у Бога сила, сделать это. Теперь смотрите, как работает. Есть такой закон Меда-Кенегат-Меда. Мера за меру. И Бог, он с каждым человеком ведёт в зависимости от того, как человек ведёт себя с другими людьми, как человек видит мир. Теперь, если у человека есть возможность делать добро, и он его не делает, ему говорит царь Соломон, говорит, не останавливай свою руку от помощи нуждающемуся. Если есть у тебя сила, это сделай. Теперь у Бога эта сила есть невероятная. Весь мир принадлежит ему. И почему он кому-то помогает, а кому-то нет. Здесь вот срабатывает вот эта вот как раз связь. Что как ты делаешь, та мера, которую человек меряет, меряют ему с небес. То есть есть люди, которые сосредоточены на том, чтобы помогать другим людям. Вот, например, сегодня у меня будет тренинг, начинается с Божьей помощи в 11 утра. Этот тренинг называется Создатель игры с огнехождения. Вот там 200 человек со всего мира приезжают, и три дня я буду стараться улучшить их жизнь. Прямо реально моя цель улучшить их жизнь, помочь им. Значит, а сегодня должен был быть урок в 10 утра. А я в 10 мы первый раз делаем в новом помещении, и я не знаю, как оно будет. То есть я хотел раньше приехать, обычно я приезжаю в полдесятого, полагаясь на Всевышнего, что Бог мне всегда поможет. В полодиннадцатого приезжаю, уже перед самой тренинг, ну, в 10 лет я его провожу, думаю, с Божьей помощью все будет хорошо. А в этот раз в новом месте. И мне жена говорит, слушай, может, все-таки ты подъедешь в 10, аппаратуру проверить, там, все всякое. Я говорю, ладно, приеду в 10, а урок в 10, а урок в 10. И тут и там говорит, давай, все-таки люди же ждут урок, давай его сделаем пораньше. И почему он так хотел? Он говорит, ну, давай сделаем, люди же ждут, или я в 10 проведу, или ты проведи, ну, пораньше. Я говорю, ладно, ну, людей жалко, чтобы они не мучались на твоем уроке. Так, в 10. Я жучу. Так, это самое, так я раньше лучше проведу. Да. Но, в принципе, если я не буду проводить, будет проводить и Тан, или можно Яков, чтобы проводил. Давайте сделаем регулярно урок в 10 утра или чуть раньше, чтобы обязательно у нас был в прямом эфире урок, кто хочет слушать, чтобы было побольше людей со временем. Постоянство, важная сила. Имеется в виду, каждый человек, у него есть какая-то возможность помогать другим людям. И чем больше он хочет помогать другим людям и делает это, тем больше Бог помогает ему и дает ему ресурсов. Понятно, да? Доброе слово, комплимент, желание помочь, помочь советам и так далее. То есть, чем намерение, например, если вы что-то производите, намерение дать своим клиентам в 10 раз больше удовольствия, пользы там и так далее, даже это намерение уже дает вам с неба ресурсы для его реализации. Понятно, да? Главное, чтобы было желание. Вот здесь этот принцип, он в 27 отрывке, аль темна, не останавливай добра от нуждающегося, потому что есть у Бога сила для осод. То есть, у Бога есть сила сделать для тебя все, что угодно, только ты постарайся сделать для других людей, и он тебе этой силой, он поможет тебе. Понятно, да, идея? Как есть в Талмуде такое выражение, что тот, кто молится в начале за другого, о том, что нужно ему, так Бог ему отвечает на его молитву. То есть, если человеку нужно здоровье, он должен молиться, дай здоровье, Васе, Пете, Саре, Давиду, дай им всем здоровье, пожалуйста, и мне тоже дай здоровье, чтобы я и дальше мог за них молиться. Хорошо, да? Ну, принцип понятен. Хорошо, теперь 29, 28 отрывок, 28 отрывок, Аль Тумар Лереха, не говори ближнему своему, Лех Вишув Махар, А, Лех Вишув, Умахар Этен, Веешетах, он говорит, никогда не говори ближнему, просто Аль Тумар, не говори ближнему своему, иди и вернись, и я завтра дам тебе. Если у тебя есть дать ему сегодня, то есть тот же принцип, не останавливай, потому что ты не ему останавливаешь, ты себе сейчас останавливаешь, то есть если ты можешь сейчас ему помочь, а ты говоришь, иди завтра, завтра, и так далее. Я вчера рассказывал на шаббате, как я где-то читал, что один человек, он молился, прям молился Богу, все время молился, и, ну, что Бог ему что-то дал, там, всю жизнь молился, и Бог ему ничего не давал. И он, когда уже умер, он говорит, вот у меня вопрос, я всю жизнь молился, просил, дайте мне, а мне не давали. Так почему? Ему показывают ответ, что он каждый раз выходил с молитвы, сидел возле синагоди, кто-то нищий, просил деньги, и он ему каждый раз говорил, тебе не положено, иди работай, тебе не положено, иди работай, тебе не положено, иди работай, и он каждый раз, и он каждый раз этими словами закрывал, закрывал, как бы, ответ на молитву, потому что, что человек просит, он просит, дай мне, то, что мне не положено, потому что, то, что я могу, я уже своими руками пытался сделать, сделал, а теперь помоги мне, сделай мне что-то сверхвозможного, кроме того, что я сам могу сделать своими руками, Это как бы смысл молитвы. И в этот момент с неба смотрят на человека, как он с другими людьми. Если он всем говорит, приди завтра, тебе не положено, а тебе вообще, что тебе так везет, тебе вообще не должно везти. Знаете, есть такие люди, это я, кстати, читал в книгах про богатство, что те люди, которые не любят богатых, у них нет шансов стать богатыми. Почему? Потому что он как бы говорит, и он как бы себе создает реальность, в которой у него нет шансов, чтобы ему дали деньги. Да, богатство это плохо, но тут есть вот этот вот момент, что тебе не положено, тебе не положено. Откуда берется завязь, что тебе дали больше, а мне не додали. А на самом-то деле, человек, который хочет, чтобы ему с неба насыпали с горкой, он должен наоборот говорить, вот он богатый, пусть у него еще в 10 раз больше будет. Вот я думаю, что он достоин, чтобы ему вообще с неба на него там денежная дочь валился. А вот этот бедный человек, я не могу, к сожалению, ему сейчас помочь много, но я ему просто желаю, чтобы бог ему помог, чтобы мимо проходил богатый, который ему даст там 10 тысяч долларов. Я тебе там желаю этого, чтобы тебе... И когда человек таким образом начинает видеть мир, в этот момент он открывает себе ворота возможностей для того, чтобы с ним все это происходило. И это написано здесь в 29-м, в 28-м отрывке 3-й главы. Не говори ближнему, иди и вернись, и завтра дам тебе. Если у тебя есть дать ему сегодня, дай ему сегодня. Все. На этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Значит, все, я пошел дальше. Мне надо еще покушать, провести. А, значит, сегодня, ну, хороший тренинг. Три дня он идет, создатель игры с огнехождением. Все, друзья, удачи, успехов. И главное, повторяйте. То есть, если вот мы что-то проучили, но эта вещь, она понятная. И, ну, это до сих пор это знание Шлома Амейлыха. Может быть, я уже, так как я много лет это изучаю и провожу, то я именно так думаю, так живу. Но для того, чтобы какая-то мысль вошла в голову, и она стала вашей, ее нужно зафиксировать, ее нужно записать, ее нужно проговорить несколько раз. Поэтому я вам очень советую, если вы взяли отсюда какой-то урок для себя, который вы хотите вставить в свое мышление, то тогда используйте то, что сказал царь Соломон. Напиши на скрижалях своего сердца. То есть, запиши. Скрижали сердца – это подсознание. Запиши прямо в комментарии, напиши вывод, который ты сделал для себя. Или просто перепиши словами царя Соломона из Мишли, перепиши. И я очень прошу, вот Яков Шатанин, Влад, Влад – это наш Косов, который наш редактор. Вы под каждый видеоурок ставьте ссылочку на полный перевод этой главы, который есть на портале, на портале ВАИКРа. Есть полностью перевод главы с короткими объяснениями, чтобы запомнить. Еще раз, возьмите ту мудрость, которую вы хотите взять от царя Соломона и вставить себе. Запишите ее в комментарии, поделитесь на свою страницу, сделайте красивую картиночку. Это значит написать на скрижалях своего сердца. И завяжите на горло свое, проговорите вслух несколько раз, кому-то объясните, кому-то объясните. Просто сами вслух себе проговорите возле зеркала. И тогда оно запишется на скрижале вашего сердца, то есть на ваше мышление, на долговременную память. И будет вам помогать. Все, удачи, успехов, пока!